Здравствуйте! Сегодня вы познакомитесь с понятием отрицательного и положительного числа, а также научитесь изображать точки с заданными координатами на координатной прямой. До сих пор мы с вами изучали натуральные и дробные числа. Все числа, которые мы изучали до сих пор, кроме числа 0, называются положительными числами. Положительными числами мы пользуемся давно. Новое название им дали, чтобы отличать их от других чисел, отрицательные. Рассмотрим шкалу термометра. Часть шкалы вверх от нуля напоминает координатную ручку. Числа, которые нанесены на шкале, используются для записи показаний термометра. Например, термометр 1 показывает температуру воздуха, равную 0 градусам. Термометр 2 показывает температуру воздуха, равную 12 градусам выше нуля или плюс 12 градусов. Термометр 3 показывает температуру воздуха в 10 градусов ниже нуля или минус 10 градусов. Определите, какую температуру воздуха показывают термометры под номером 4 и номером 5. Итак, термометр под номером 4 показывает температуру 6 градусов выше нуля или плюс 6 градусов. Термометр под номером 5 показывает температуру 7 градусов ниже нуля или минус 7 градусов. Числа со знаком плюс называются числами положительными. Для краткости знак плюс не пишут. Числа со знаком минус перед ними называются числами отрицательными. Запомните, число 0 не является ни положительным, ни отрицательным. Записи 0, плюс 0, минус 0 означают одно и то же число. Для того, чтобы отличать положительные и отрицательные числа, в математике Древнего Китая использовали различные цвета. Так, для обозначения положительных чисел использовался красный цвет, для обозначения отрицательных чисел черный цвет. В настоящее время отрицательные числа записывают при помощи знака минус, а положительные числа при помощи знака плюс. И это обозначение принято во всем мире. Отрицательные числа появились значительно позже натуральных чисел и обыкновенных дробей. Первые сведения об отрицательных числах встречаются в трудах китайских математиков 2 века до нашей эры. Положительные числа тогда трактовались как имущество, а отрицательные – как долг или недостача. Итак, числа 10 плюс 50, 27, 35, 12 – это числа положительные. Числа минус 10, минус 25, минус 34, минус 2, минус 65 – называются отрицательными числами. Число 0 не является ни положительным, ни отрицательным числом. Рассмотрим понятие координатной прямой. Отметим напрямую точку О. Эту точку назовем началом отчета. Выберем напрямую одно из двух возможных направлений и назовем его положительным. Положительное направление указывают стрелкой. Для горизонтальной прямой положительное направление выбирают слева направо. Начало отчета делят прямую на два луча. Тот луч, который идет в положительном направлении, называют положительным, а противоположно направленным называют отрицательным. Выберем единичный отрезок. Прямую с выбранным началом отчета положительным направлением и единичным отрезком называют координатной прямой. На координатной прямой можно изображать точки с заданными координатами. На прямой, которую вы видите, изображены точки А и В. Точки А на координатной прямой соответствуют числу 5. Говорят, что точка А имеет координату 5. Или точка А с координатой 5. Точки В на координатной прямой соответствуют числу минус 3. Говорят, что точка В имеет координату минус 3. Или точка В с координатой минус 3. Изобразим на координатной прямой точки с заданными координатами. точку А с координатой минус 7, точку В с координатой минус 3, точку С с координатой 2, точку Д с координатой 5. Поставьте видео на паузу и выполните данное задание самостоятельно. А затем снимите видео с паузы и проверьте себя. Итак, получили точка А с координатой минус 7, точка В с координатой минус 3, Точка С с координатой 2. Точка Д с координатой 5. Говорят, точка А с координатой А. Пишут А с координатой А. Даны точки А, В, С и Д. Нам с вами необходимо определить координату каждой из этих точек. Проверим. Точка А с координатой минус 1. Точка В с координатой минус 3. Точка С с координатой 3. Точка Д с координатой 5. Обратите внимание, координаты точек С и Д выражены положительными числами. Координаты точек А и В записываются при помощи отрицательных чисел. Назовите координаты точек А, В, С, Д, Е и К. Для выполнения задания поставьте видео на паузу. Снимите видео с паузы и проверьте правильность выполненного вами задания. На данном рисунке изображены точки А, В, С, Д и даны их координаты. Точка А с координатой 2, точка В с координатой минус 3, точка С с координатой минус 2, точка Д с координатой минус 4. Проверьте, правильно ли определены координаты данных точек. Заметим, что координаты точек А и Д определены неверно. Точка А имеет координату 1, а точка Д имеет координату 4. Необходимо отметить, что точки А и Д расположены правее начала отсчета, а значит их координаты выражаются положительными числами. Определите, истинным или ложным является каждое из предложенных вам утверждений. Число минус 8 лежит левее нуля. Данное утверждение является истинным. Число 15 лежит правее числа минус 10. Это утверждение также является истинным. Число минус 18 лежит правее числа минус 11. А вот данное утверждение является ложным. Число минус 15 расположено ближе к нулю, чем число 13. Данное утверждение также является ложным. Итак, подведем итог. Сегодня вы узнали, какие числа называются положительными, а какие отрицательными. Узнали, что число 0 не является ни положительным, ни отрицательным. Научились изображать на координатной прямой точки с заданными координатами. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться, изучив параграф, положительные и отрицательные числа, координатная прямая в вашем учебном посуде. Желаю творческих успехов!